добрый день вас приветствует снова круг едем на диагностику кровли значит позвонил клиент его беспокоит кровля скорее всего по телефону я понял это конденсат плохо уложен металла черепица но он занимался года три самолечением пытался там что-то изменить отремонтировать но уже значит это не помогло и решил обратиться и вот мы едем сейчас на диагностику в районе внукова установить причину как говорится правильно в этом деле поставить правильный диагноз и назначить лечение вот мы движемся очередной московский пейзаж мкат василий привет как дела всем привет погода нам с погодой нам повезло погода позволяет производить наши работы совершенно спокойно умели же делать да люди говори смотри какой парад наша гордость так продолжаем движение вот мы провели диагностику одну из причин и видно здесь было мансардное окно заказчик убрал пытался думал что одной из причин было практически в районе окна и сделали технологический разрез я засунул руку и ощутил что там не хватает несколько позиций отсутствует контр обрешетка для продыха и вот явные подтеки от конденсата и я ощутил влажность то есть при морозе образуется как налить в холодильнике до морозильной камень и естественно когда перепад температура получается потепление влага куда делается она естественно тает и производится протечки пройдемте я вам покажу что чему еще приводит конденсат вот смотрите здесь были обои видите потеки на стенах естественно конденсат по пленке стекает по скату и вот здесь на стыке на стене здесь разрыв пленки здесь кровли стыкуются со стеной и естественно все подтеки конденсат попадает на эту стену вот как наглядно видно стена постоянно сырая и естественно открылись обои вот чему приводит конденсат сейчас мы выйдем на улицу и тоже есть одна из причин протечек на мой взгляд по которой нужно менять кровлю и еще одна распространенная ошибка заказчиков неправильный выбор материала к соответствующую углу вашей кровли постарайтесь прислушаться к нашим советам и не повторять ошибок видите избранного кровлю материал металлочерепица запомните что для металлочерепицы есть тоже критический угол наклона это как правило я бы сказал 25 градусов 20 но это вообще уже не рекомендуется тем более это умножается здесь затяжной уклы при снеге и тем более там уже стоят сдержание накапливается снег глыба при малейшем потеплении водичка стекает упирается в эту ледяную глыбу и как только вода выше волн металлочерепицы поднимается она попадает везде вот такой недостаток вот вот приемлемый угол для металлочерепицы вот как на здесь на какой-то хозблоке на постройки в принципе металлочерепица любит чем проще крыша тем так сказать сход безопаснее и быстрее сходит вода тем лучше поэтому еще я считаю что для металлочерепицы надо было подсказать человеку избрать может у него было желание металлочерепицу поселить но все-таки посоветовать в нужный момент предложить какой-то другой материал здесь мы планируем в принципе мы уже ударили по рукам мы здесь будем в следующих сюжетах покажем вам как будем делать ремонт предоставляем гарантию на все наши виды работ и будем делать фальцевую кровь для таких участков затяжных и с полугим углом оптимальный вариант это фальцевая кровля на двойной замок до встречи на наших объектах желаю удачи до свидания